Здравствуйте, доброе утро, уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемый Сергей Евгеньевич, президентом России поручено правительству представить Федеральному Собранию программу антикризисных мер. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов представил план антикризисной работы правительства в Верхней Палате Федерального Собрания. Передо мной большая ответственность представить этот план вам. По сути, этот план, наша немедленная реакция на те события, которые происходят в Российской Федерации, это достаточно сложный комплекс проблем, как накопленных внутренних проблем, так и усугубляющегося состояния из того, что мы испытываем небывалое внешнее давление. По сути, этот план имеет две цели. Первое. Это то, как мы будем работать вместе с депутатами Государственной Думы и с региональными правительствами в течение этого года, и как мы будем взаимодействовать для того, чтобы выполнять нашу повестку по среднесрочным планам изменения структурного состояния нашей экономики, по внедрению самых разных новшеств в нашу экономическую жизнь, таким образом изменяя те подходы, которые были объявлены президентом и правительством в 2012 году. В 2012 году президентом Российской Федерации в мае были изданы указы, которые легли в основу в том числе планов правительства, основных направлений деятельности правительства, и это была комплексная программа, которая была рассчитана на 6 лет, и в течение 6 лет мы должны были с вами добиться определенных структурных изменений. Прежде чем я буду представлять конкретные положения плана, я надеюсь, этот материал был вам роздан, вы его имеете, я бы хотел несколько остановиться на политических аспектах, которые эту работу по антикризисному управлению сопровождают. Как вы знаете, я в своих высказываниях и выступлениях стараюсь не касаться политического контекста, это не моя работа, я подчеркиваю, что я занимаюсь исключительно реальным управлением, но должен сегодня это сделать, поскольку это реальное управление, не в вакууме, оно сопряжено с теми обстоятельствами, в которых мы находимся. Итак, сегодня многие задают вопрос, почему вот то состояние, в котором мы оказались, так быстро меняет наши планы. Вы знаете, конечно же, нельзя все спихнуть на внешнее давление. Конечно же, есть накопленные проблемы, и эти накопленные проблемы не только результат деятельности, нашей совместной деятельности за последние 15 лет, это все те проблемы, с которыми Российская Федерация подошла к сегодняшнему этапу, начиная свой путь после становления независимой новой России. Но вместе с тем, говоря о сложностях, мне бы хотелось подчеркнуть то, что нам вместе с вами за эти 15 лет удалось сделать. Практически удвоен ВВП. В 2,7 раза снижена бедность. В расходах домохозяйств не 50%, то есть не половина всех расходов, направляются на приобретение продуктов питания, как это было раньше, а только 28%. Семьи стали инвестировать в будущее своих детей, в человеческий капитал, в развитие. На три четверти увеличилось промышленное производство, на две трети производство сельхозпродуктов. В 40 раз в наивысшей точке были увеличены золотовалютные резервы. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, то это в 30 раз. И я бы этот перечень мог продолжать и продолжать. Но я не имею цели сегодня сказать, что у нас все хорошо, но я хочу все-таки, чтобы мы вместе с вами понимали, что за 15 лет достигнуто много. И достигнуто, потому что президент Российской Федерации смог консолидировать российское общество. И вот эта работа, которая проводилась все эти годы, это все-таки результат общественного консенсуса. Это не только работа властей, федеральных и региональных, но и эта работа, которая была проведена в субъектах Российской Федерации. Дело в том, что мы даже при высоких ценах на нефть подошли к определенной точке, когда российская экономика испытывала торможение. Мы об этом открыто говорили, никогда этого не скрывали, но наши планы по развитию существенно стали меняться, когда произошли события на Украине. И события на Украине происходили не просто в тот момент, когда мы с вами все это переживали, но и в тот момент, когда, как нам говорят аналитики, еще не закончился структурный кризис 2008 года, и многие экономики мира ищут новый баланс, свое место в жизни. И на фоне вот этого поиска и, конечно же, большой и жесткой конкурентной борьбы происходят события на Украине, и все власти, и подавляющее большинство, все власти Российской Федерации, и подавляющее большинство граждан России не могли отказать жителям Крыма в их стремлении присоединиться к России. И мы считаем, что это также результат общественного консенсуса. Несколько всего лишь депутатов Государственной Думы проголосовали против этих решений. А как показывают опросы населения, подавляющее большинство граждан нашей страны эти решения поддерживают. Мы столкнулись после этого сразу с решением Соединенных Штатов Америки, их союзников, Европейского Союза с жесткими мерами реагирования, введением ограничительных мер в отношении российской экономики. И все это начало развиваться одновременно с падением цен на нефть и одновременно накладывалось на то, что российская экономика испытывала определенное торможение. Таким образом, к концу 2014 года мы подошли с целым комплексом накопленных и новых проблем. В это же время Банк России предпринял попытку перехода к плавающему курсу. Мы считаем, что это было сделано крайне болезненно, но абсолютно оправданно и верно. И усугубилась ситуация лишь тем, что на фоне санкций были негативные ожидания и предпринимателей, и граждан. И мы с вами прошли существенное испытание, которое было связано с давлением на обменный курс. Тем не менее, с этой ситуацией удалось справиться. И следствием этой ситуации, конечно же, появилась высокая ключевая ставка Банка России, недоступность кредитного ресурса. И те проблемы, которые мы сегодня с вами испытываем, по этому поводу и правительство, и Центрбан готовы ответить на вопросы, когда они будут звучать из зала. Во всех этих перипетиях, конечно же, существует самое главное. Это необходимость всех ветвей власти и граждан России в настоящий момент консолидироваться. Несмотря на то, что вы представляете самые разные политические партии, некоторые партии, которые здесь работают, являются оппозиционными партиями, партии «Единая Россия», на которую рассчитывает правительство, проводя свою экономическую политику, тем не менее, тоже относятся часто с серьезной долей критики к правительственным действиям. Тем не менее, понятно, что все, что сейчас мы с вами переживаем, требует особой консолидации, не исключающей критику. Мы с критическими замечаниями в адрес правительства и дальше будем работать. Тем не менее, нам необходим определенный консенсус, каким образом двигаться дальше. Без этого консенсуса будет работать крайне сложно. И понятно, что все это внешнее давление, организованное внешнее давление, имеет цель внести раскол в наши ряды и заставить порождать конфликт внутри нас. И при этом конфликте, конечно, работу по антикризисному управлению будет проводить крайне сложно. Мы, в отличие от 2008-2009 годов, подошли к этому кризису совершенно в другой форме. Банковский сектор находится совершенно в других условиях. Корпорации извлекли для себя правильные уроки и их состояние более устойчиво. Мы создали определенную инфраструктуру поддержки населения. И первоначально, когда мы начали обсуждать этот план в декабре месяце, мы, конечно, опирались на тот опыт, который есть у правительства после работы в 2008-2009-10 годах. Тем не менее, в этот раз мы предлагаем работу построить совершенно иначе. К началу 2015 года правительство пришло с определенным резервом. Этот резерв, мы считаем, необходимо направить в первом квартале на выполнение антикризисных мероприятий. И первоначально Министерство экономического развития и другие ведомства предлагали сразу комплексный план на весь 2015 год, который в совокупности был крайне объемным и по мероприятиям, и по тем средствам, которые необходимо на этот план потратить. Затем мы решили, что это очень высокая ответственность в настоящий момент. И для того, чтобы добиться реальной консолидации, в том числе консолидации, опирающейся на все политические партии парламента, нам необходимо в этот раз пройти работу со всеми отраслевыми комитетами Государственной Думы и со всеми фракциями, для того, чтобы исследовать наши новые возможности в условиях сжатия как внутреннего, так и внешнего давления, и определить, какие мероприятия в рамках бюджета 2015 года нам не следует проводить, отказаться от того, что раньше было утверждено законом о федеральном бюджете на 2015 год, и какие в очередном плане мероприятия нам нужно с вами профинансировать. Эту работу необходимо провести в течение первого квартала, и опираться мы будем на новый прогноз социально-экономического развития, который буквально через два дня поступит в правительство из Министерства экономического развития, и прогноз этот будет крайне жестким. Я должен об этом открыто сказать. Радужных никаких у нас представлений нет, иллюзий тоже. Это будет прогноз о том, как мы будем работать с вами в условиях и внешнего сжатия, и достаточно низких цен на нефть. Не могу заранее открывать полностью этот документ, поскольку есть определенная процедура, по которой готовятся, но я могу вам сказать, что цена на нефть, которая закладывалась первоначально при подготовке бюджета на 2015 год в новых реалиях будет Министерством экономического развития снижена вдвое. Да, действительно, у нас накоплены золото-валютные резервы, но мы должны ответственно подойти к тому, как этими резервами воспользоваться и ни в коем случае не подвергнуть устою макроэкономической стабильности опасностям разрушения. Нам это допустить ни в коем случае нельзя. Еще бы я хотел сказать о том, что вот просто разговор о том, как санкции влияют на ситуацию, которая в настоящий момент сложилась вокруг нас, что это приблизительно 20-30% в общем объеме вот этой вот накопленной негативной массы это влияние санкций. Дорогие коллеги, уважаемые друзья, но это же иллюзии. Кто может посчитать 20-30%? Это чистые спекуляции. Куда хуже то, что отношение предпринимательства к тому, что происходит, оно очень настороженное. Если нет уверенности у граждан, что они могут потратить всего изобережения на что-то, если нет уверенности у предпринимателей, это как измерить, какими процентами. А вот это настороженное отношение к происходящему и есть негативный фактор. Больше того, помимо вот этих политических вещей, например, так, как ведут наши партнеры в отношении, например, военной техники, это Мистралия, есть еще несколько, как будто казалось бы, таких, знаете, экономических направлений работы в отношении России, но они имеют абсолютно политические цели. Ну, например, изменение рейтингов. Рейтинговые агентства снижают суверенный рейтинг Российской Федерации и затем меняют рейтинги корпораций. Но что это такое? Это на самом деле разве влияет на Российскую Федерацию? Могу вам сказать, что наш суверенный долг, вы сами это знаете, ничтожно мал. И, конечно же, на Российскую Федерацию это вряд ли не повлияет, но это способ специально повлиять на корпорации, чтобы послать им сигнал. Влияйте на свое правительство, на президента, на парламент, лишайте их определенной доли поддержки, и после этого у вас все будет хорошо. Мы с этим смириться не можем и должны представить свой ответ на вот эти сложности, на эти ограничения, потому что корпорациям в том числе будет работать очень сложно. Это еще одно отличие от кризиса 2008-2009 года, поскольку тогда было плохо всем, или почти всем, а в этот раз тяжело Российской Федерации, и помогать извне нам никто не будет. По самому плану, план значительно сокращен по сравнению с первоначальной версией, в него всего входит 60 пунктов, и это направление общеэкономического развития или стабилизации, это вопросы поддержки отдельных отраслей. И могу вам сказать, что мы особое внимание уделяем проблемам не просто поддержки предприятий, в этот раз мы отходим от того, чтобы заниматься аналогичными мерами поддержки, которые делали в прошлый кризис, мы, конечно же, будем концентрироваться на вопросах импортозамещения. При этом не просто импортозамещение, потому что сам по себе лозунг импортозамещения может быть достаточно опасным для потребителей. Нам необходимо выходить на параметры конкурентноспособной продукции, произведенной в Российской Федерации. То есть надо еще говорить о том, что во время вот этих наших антикризисных мероприятий мы должны развернуть широкую работу по поддержке экспорта. То есть это должна быть способность произвести товар и его продать на внешних рынках. Не совсем мы можем с вами похвастаться, что вся продукция Российской Федерации является пока конкурентноспособной. Отдельные меры поддержки в отношении сельского хозяйства. Должен вам сказать, что даже рассматривая новые бюджетные реалии, мы исходим из того, что есть направление, по которому правительство не будет предлагать сокращение расходов. Это, конечно же, и обороноспособность страны, и сельское хозяйство. Особенно в этих условиях, когда во многих регионах сложная ситуация с озимами, правительство Российской Федерации будет предлагать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей. Отдельное направление в этом плане по рынку труда. И хотя я не назвал эту работу в начале, а начал с промышленного блока и с поддержки отдельных отраслей, должен сказать, что по сути в рамках нынешнего кризиса это наиболее важный блок. В прошлый кризис мы научились работать на рынке труда, мы работали с крупными коллективами. Если вы вспомните, были сложности и в монообразованиях, в моногородах, и на крупных предприятиях, и Уралвагонзавод, и АвтоВАЗ, и Пикалёва. Вы все, конечно же, всё это помните. Тем не менее, мы работали тогда по определённым схемам, нас за это критиковали, что мы помогали работодателям. В этот раз мы хотим с вами договориться о тех мероприятиях, о комплексе мероприятий, который в первую очередь будет помогать работнику. Правительством одобрено решение, и эта программа ведётся в правительстве заместителем председателя правительства Ольгой Юрьевной Голодец. Программа, по сути, о новой занятости. Мы об этой программе говорили и до кризиса, но в условиях разворачивающегося кризиса нам нужно этой программой заниматься очень серьёзно. В рамках этой программы мы будем заниматься и старыми способами поддержки, которые мы уже прошли, и с ними можем достаточно хорошо, успешно справляться. Это и общественные работы, и перенаправление рабочей силы на крупные стройки. Но одновременно нужно будет уделить особое внимание переобучению, способности приехать к новому месту работы и другие способы поддержки рынка труда. Ещё раз хочу подчеркнуть, что человек в настоящий момент будет для правительства главной целью. Мы не собираемся, даже сокращая бюджетные расходы, сделать это за счёт граждан. Наверное, нам придётся от каких-то направлений и расходов не отказаться, но инвестиции в первую очередь мы будем осуществлять в пользу наших с вами граждан, в пользу рядовых людей. По банковскому сектору. Много критики по поводу того, что правительство выделяет большие ресурсы для поддержки банковского сектора. И в тот кризис действительно было очень много критики в отношении того, что правительство значительный ресурс направило на поддержку банков. Я могу только сказать, что эта мера крайне необходима. Действительно, банковская система в настоящий момент лучше подготовлена к кредиту, чем это было в прошлый раз. Тем не менее, вот этот триллион рублей в виде госбумаг, направленных на поддержку банковского сектора, об этом неоднократно говорилось и президентам, и председателям правительства. Хочу ещё раз заверить, что эти деньги не пойдут на санацию или поддержку проблемных банков. Это будут средства, которые позволят расширять кредитование реального сектора. Это сделать непросто, поскольку у нас нет реальных рычагов влияния на менеджмент банков. Но Банк России предпринимает необходимые усилия. Правительство в этом готово банку оказывать всяческую поддержку для того, чтобы действительно кредитный портфель банковских учреждений увеличивался в пользу конкретных предприятий и сельхозпроизводителей на 1%. Таким образом, на 1% в месяц. И для нас это такая сложная, но выполнимая задача. Помимо этого, в крупнейшие банки будут направлены средства Фонда национального благосостояния. Но это не докапитализация банков в чистом виде. Эти средства будут направлены на капитал банков, который целевым образом должен быть расходован на инфраструктурные проекты. По Фонду национального благосостояния. У правительства сейчас такая установка, что мы будем финансировать проекты только в том случае, если составляющего частного бизнеса будет при этом, безусловно, выполнена. Там, где частный инвестор не сможет выполнить свои обязательства либо параметры такого участия меняются, мы предложим, наверное, на настоящий момент такие проекты отложить. Какой подход вообще в целом по капитальным проектам? Те проекты, которые мы сможем завершить в 2015 году, 2016 году, необходимо профинансировать в полном объеме для того, чтобы не превратить эти строки в какие-то приведения, а нам нужно ввести их в эксплуатацию. По тем капитальным затратам, которые рассчитаны на несколько лет и должны только начаться в 2015-2016 году, мы считаем, что есть возможность их пока отложить до лучших времен, но об этом мы должны посоветоваться с вами. Там, где такие строки будут иметь мультипликативный эффект, там, где позволят такие строки концентрировать создание новых рабочих мест и таким образом снижать напряженность на рынке труда, такие строки, наверное, придется начать. Но, в любом случае, это все же конкретные решения, а не общий подход. И вообще я должен вам сказать, что, конечно же, готовя антикризисный план, мы сталкивались с предложением, чтобы увеличить расходы федерального бюджета в значительных объемах. Но вы знаете, во-первых, наши резервы не астрономического размера, а во-вторых, все-таки успешный результат антикризисной работы показывают в первую очередь те, кто могут ответственно подходить к бюджетным расходам. И нам надо научиться не просто сокращать бюджетные расходы, нужно бюджетные расходы неэффективного свойства сократить, а на те мероприятия, которые являются наиболее востребованными, нам необходимо эти расходы увеличить. Есть ли у нас возможность в рамках параметра бюджета 2015 года провести все те мероприятия? Мы считаем, что ответственно проведя эту работу с Государственной Думой мы это можем сделать, но вместе с тем, можем ли мы расширить параметры федерального бюджета, увеличив дефицит? Правительство самостоятельно на себя эту ответственность брать не должно, и если это произойдет, то только после серьезных дискуссий с парламентом страны, а также во взаимодействии с регионами Российской Федерации, поскольку основная установка для нас все-таки сохранение макроэкономической стабильности. Я апеллирую сегодня постоянно к вам, это не форма, я хочу вас предупредить, что это установка президента, и это уже то понимание, которое существует в правительстве. Мы, конечно же, будем взаимодействовать на совершенно ином уровне с парламентом в настоящий момент, мы будем работать с профессионалами, какой бы партии эти профессионалы не принадлежали. Все те, кто готов работать с правительством, мы будем открыты каждый день, 24 часа, мы готовы работать, потому что цель наша с вами единая. Мы также считаем, что опыт парламентского контроля, который у нас с вами есть после кризиса 2008-2009 годов, необходимо возобновить на другой уже основе, может быть, более тесного взаимодействия, и при тех полномочиях, которые сегодня получила счетная палата, мы считаем, что вот и дополнительные полномочия, и высокая квалификация сотрудников, и аудиторов счетной палаты позволят нам поставить все наши расходные мероприятия под определенный уровень контроля. Правительство к такой работе готово. Что еще хочется сказать? В 1999, начиная с 1998 года, конечно, когда работало правительство Примакова и пришло к работе в таких очень жестких условиях, но в 1999, в 2000 годах удалось излечь определенную выгоду для экономики нашей страны. И этот кризис мы прошли достаточно успешно. В 2008, 2009 и начале 2010 года было очень много сделано для как раз структурных изменений, и активно обсуждалось тогда обществом, и предлагалась президентом повестка по модернизации. Сейчас мы входим в кризис с пониманием того, что откладывать многие структурные преобразования больше нет никаких возможностей, и даже если это будет не совсем приятно в условиях внешнего сжатия, нам придется эту повестку с вами выполнять, для того, чтобы в будущем российские граждане не сталкивались с внешним или внутренним кризисом, а может быть с комбинацией тех или иных явлений, и мы должны себя вести ответственно. По работе с антикризисным планом. Мы считаем, что в течение недели мы должны получить конкретные замечания от фракций, представленных в Государственной Думе, от профильных комитетов, и правительство готово даже в рамках мероприятий первого квартала изменять этот план, который представлен сегодня вам, и работать по тем направлениям, которые мы сочтем вместе наиболее важными. В феврале представим парламенту проект федерального закона о бюджете на 2015 год, мы его с вами будем обсуждать, и мы считаем, что совместными усилиями мы эту работу можем закончить с вами в марте, с тем, чтобы с 1 апреля и правительство, и Государственная Дума, а также региональные правительства работали в новых условиях, опираясь на новые возможности измененного бюджета на 2015 год. Вместе с тем, в правительстве работает комиссия по эффективности бюджетных расходов, и нам предстоит сложная работа параллельно в этот же период по тому, чтобы исследовать расходы бюджета на 2016-2017 и появляется в трехлетке новый 2018 год, какие расходы и на какие направления нам предстоит с вами определиться в эти месяцы до середины лета. Впереди сложная работа. Правительство Российской Федерации к этой работе готово. Мы готовы к взаимодействию с вами. Знаю, что у депутатов Государственной Думы много вопросов по недоступности кредита, по высокой процентной ставке. Правительство в своем антикризисном плане предлагает ответ на эту ситуацию в виде субсидирования процентных ставок на пополнение оборотных средств для промышленности и сельхозпроизводителей, для субсидирования процентных ставок по отдельным направлениям. Но системно, как этот вопрос решается, я знаю, что Ильвировский, Задна Набиулина, председатель Банка России, провела встречу во всех фракциях Государственной Думы. Был откровенный разговор. Председатель Банка России здесь сегодня присутствует. И правительство, и Банк России готовы ответить на эти конкретные вопросы. Надеюсь на то, что наша совместная работа в предстоящий период позволит нам не просто выйти более сильными из этого кризиса, о чем говорит и президент, и председатель правительства, а с обновленной структурой российской экономики, где мы так больше не будем полагаться на доходы сырьевых секторов. А вместе с тем мы не потеряем ту возможность консолидации, о которой я говорил. Спасибо за внимание.